В Господе Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. События дня, номер 472. Иеремия 32, 35. Мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех. Это пророк Иеремия говорит слова Божие. Ну, Бог все знает прежде сознания мира. И вдруг, говорит, мне на ум не приходило. А такие слова он говорит, будто забыл, что с Богом разговаривает. А ну, это Бог говорит. Такую мерзость делают где? В алтарях, на улицах, в домах, везде. За 28 марта 2017 года. Ну и тут, прочитай, как в скайп ко мне когда приходят, чтобы не нарушали. Так, по скайпу можете выходить на меня с 4 Москвы до 16.00. Кто ждет разговора по скайпу, он должен сначала написать тут же в скайпе снизу. Спросить, когда я буду свободен. И не звонить мне в свое время, без договоренности, что я свободен и могу принять. Иногда у меня идет тут запись какая-то по скайпу или где-то занятия. Идут в это время, звонят и звонят. Ну, просто отключить-то вроде не знаешь как. Прошу это правило не нарушать. Звонить можно от 4 до 16 по Москве. В скайпе, на моей страничке и на других ресурсах одному и тому же человеку разрешается сделать сообщение не более чем одно за неделю. Прошу не нарушать все регламент. Ну, просто смотрите где. Вот другой начинает комментарии. Это, ну, знают, это флут и прочее. На все ролики ставят, хулиганят где-то. Но просто чтобы знали. И я говорю не о хулиганах. У тебя какие-то там мнения, что-то другое. В одно соедини и дай, чтобы видно было. Вот, тут где-то у меня есть журнал. Подожди-ка. Сейчас. Журнал «Душа». Ну-ка, где он? У кого есть? Я не ожидал, так что сразу мне придется. Душа есть? Душа есть. Вот она у меня есть. Тут выходит журнал один. Вот такой, называется «Душа». Православный сборник для всех. Встреча с Господом. Вот, держи-ка. Второй номер журнал. Вот он какой. Встреча с Господом. И тут содержание какое. Вот как он выглядит. Ну, вот на каждый месяц, видимо, выходит. Душа. Встреча с Господом. Христос воскрес. Как раз на Пасху будет. Ну, журнал хороший. Он небольшой совсем. Сколько здесь? По-моему, сколько? Ну-ка, посмотри, Никита. 50. 50. Да. 50 страниц. Не считай корочек. Видите, светной. Все. И в самом начале, на этой странице, на, 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 от обложки, на первой. Дальше. Редакторские заметки. Ну, вам видно или нет? Человек с бородкой сидит. И написано, кто это? Диакон Олег Крышков. Ну, я посмотрел, журнал-то. Хорошая статья. Отовсюду он берет их. Это не его. Другие кто-то писал. Где-то. Ну, по благословению. Распространяется в разные епархии. Тут какой тираж-то, тут не написано? Вот здесь где-то. Или нет? Нет. Вот здесь вот. Ну-ка. Сейчас вот даже глянуть-то. Да там, посмотри, может быть, найдешь. Тираж довольно солидный такой. Отпечатан в типографии Советская Сибирь. Так. Корректор, кто у него. Дизайн. Ну, распространяется бесплатно. Ну, просит, чтобы все помогали. Кто сколько может. Город Берц. Улица Карла Маркса, 1575. Где его адрес находятся? Тираж вот, 76 тысяч экземпляров. Вот 76. Там цирения прибавляют. Современно это очень большой тираж-то. Тем более он как, ну, новый такой, не такой уже старый. Это не журнал, а гонет где-то. И вдруг ему в некоторых епархиях запретили этот журнал распространять. Чего, как, ничего не знаем. Его звать Олег. Мы все сразу стали о нем молиться. Стали молиться, потому что он гонимый, а такие люди, ну, это наши люди, которые гонят где-то. Мы возопили к Богу. Ну, я стал всех просить. Найдите мне его, где он находится, чтобы поддержку оказать ему. Молимся. Это одно дело, а другое дело. И надо, ну, чтобы он увидел, что он не одинокий, не брошенный где-то. И вчера, вдруг я случайно совсем нахожу его. Вот я Олег Рыжков. Вот сейчас я перейду в мир пользоваться. Оказывается, он у меня в друзьях. В моем мире. Вот его как выглядит страница. Вот он сидит. Он диакон. Ну, с бородкой. Вид такой у него не сонный. Это видно уже сразу. Вот. Ну, я гляжу тут, что у него есть беседа с батюшкой. Видимо, то, что он там ставит. И здесь тоже. Протеерей Дмитрий Смирнов. Все это он здесь выставляет. Ну, получилось так, что я ему взял и написал. И написал довольно много. Я сейчас не ту могу, а... Сейчас же мне надо так как-то выйти-то на эту минуточку. Ага, вот как надо выйти было. Я ему написал. Его интересует, а кто я такой? И имею ли я письменное разрешение? От Ирхея. Считай, что он пишет. Спасибо, Господь. У меня к вам вопрос. Есть ли у вас благословение митрополита Сергия на вашу деятельность? В какой храм РПЦ вы ходите и причащаетесь? И как относитесь к нашему святейшему патриарху Кириллу? Вот видите, какие вопросы он задал. Ну, а я ему написал, какое у нас сокровище, богатство. И говорю ему, перед этим написал. Если что-то найдете полезное и нужное вам на ваших ресурсах, можете брать без предупреждения все, что пожелаете. Особенно на сайте 4124 вопроса. Ответа. Ответы на вопросы, которые мне пришлось давать в университетах, школах, на радио. Там ссылка потом, православный библейский сайт. Делать ссылку можете откуда взяли. Все ответы отдаются на основании Святой Библии, творений святых отцов, житей святых, книги, правил, поэзии мира, около 500 поэтов. Вот он меня спрашивает, как относится к патриарху Кириллу. Я ему отвечаю. Я написал вам, что мы относимся к РПЦЗ, то есть Русской Православной Церкви Зарубежной, принявшей акт о каноническом общении с МП. Общины две были образованы в 1991 году. В московской патриархии наши общины не были ни одного дня и по сей день. Ну тут, по-моему, все ясно. Если мы в них не состояли ни одного дня, значит и отношение другое. Туда мы не бегаем, с чего узнавать, назначать. Они над нами власти никакой не имеют. Когда у нас служит митрополит Сергий, тогда... Это патриарший, который в Алтайской епархии. Тогда поминается имя патриарх Кирилл. Затем наш первосвятитель, митрополит Иларион Капрал. И затем митрополит Сергий, священник у нас один, отец Иоаким. На две общины служит он в Барнаульской и Крестово-Зижинской общине. Одну субботу и воскресенье, а другую неделю в Потеряевке. В храмы московской патриархии ходим на неделю. Кому какой храм более расположен? Ну, по-моему, все ясно. Все ясно. Он опять те же вопросы повторяет. Дальше. Я ему сразу прилепляю документ. Сделаю его, чтобы видно было, Володя. Посмотри. На бланке. Русская православная церковь, Московский патриархат, православная, что тут религиозная организация, Барнаульская епархия. 12 мая 2016 года. Считай. Так, главному редактору Русской народной линии Степанову АД. Вот он запросил. Он отвечает ему. Уважаемый Анатолий Дмитриевич, в ответ на ваше письмо о деятельности Игнатия Тихоновича Лапкина сообщаем следующее. Игнатий Тихонович Лапкин состоит в молитвенно-каноническом общении с православной церковью через Барнаульскую епархию, как обычный мирянин. Он ревностный православный христианин, проповедник и исповедник. Догматических и канонических нарушений у него не установлено. Под церковным судом не состоит. Так, не установлено, то есть православный, то есть можно общаться, он приезжает и сам меня причащает, митрополит. Я думал, этого вполне достаточно. А оказывается, он снова повторяет то же самое и второй раз. Я так пока еще не понял, почему. Дальше. Как обыкновенный гражданин, он имеет право на организацию лагеря и, ну, законную общественную деятельность. А эту сторону деятельности регулирует совесть и соответствующие органы государственной власти. Игнатий Тихонович Лапкин, человек твердых убеждений, пожилой, что требует уважительного отношения к нему. С уважением, Сергий, митрополит Варнаульский-Алтайский, глава Алтайской митрополии. Я считаю, что, тем более, документ выложил. Я не ожидал, что ответ такой будет. И ответ как бы уже настороженный и чуть ли не отрицательный. И дальше я помещаю документ. Документ. Тут написано, считай, что написано вверху. Президент Синода. Так, президент, то есть глава Синода. Биша. Епископов русско-православной зарубежной церкви. И что тут? Игнатий Тихонович Лапкину, Барнаул. Вторая строительная, 62, квартира 16. Кирео-Пасха, 91 год. Кирео-Пасха, что означает? Означает, Пасха была 7 апреля. В 91 году пишет. Игнатию Тихоновичу Лапкину преподается наше нами Божие благословение на всестороннюю миссионерскую деятельность проповеди Слова Божия. Защиту и укрепление веры в Российской Православной Церкви. Но это благословение. Благословение. Дальше кто? Митрополит Виталий. Печать. И дальше? Митрополит Виталий, первоиерарх Русской Православной Зарубежной Церкви, архиепископ Нью-Йоркский и Восточноамериканский, и архиепископ Монреальский и Канадский. Что спрашивать, кому, где, я не знаю. А после таких документов вообще бы ничего уже спрашивать не надо. Так. И дальше я привожу вот материал такой, какие у нас отношения. документ, показы, нажми на это, и сейчас ты выйдешь на эту газету или журнал местной метрополии Алтайской. Московский Патриархат. Студенческий журнал «Покров» Барнаульской духовной семинарии, номер 9, 2016 год, страница 34. Все, только наткни, наткни, ты увидишь, там все уже есть. Дальше. Кавычки открыты. В начале 90-х часть приходской общины переселилась в Мамонтовский район, в село Потеряевку, где основала новую приходскую общину во имя священномученика Анфима Никомедийского. На 2013 год официально в селе Потеряевке проживало 33 человека. С 1996 года в Потеряевке действует детский трудовой православный лагерь «Стан» в честь мученика, святого мученика Климента Анкирского. Так, ну маленько я подправлю. Не с 1996 года, это регистрация получена, а он действует с 1972 года. Построена церковь, функционирует школа, фельдшерский пункт, построены 16 жилых домов, 12 бань, все здания электрифицированы. Для нужды общины облагорожены 12 колодцев и 3 пруда. То есть, не облагорожены, а только выкопаны. В составе РПЦЗ протеерей Иаким Лапкин являлся участником 4-го всезарубежного собора РПЦЗ, происходившем в городе Сан-Франциско, с 7 по 14 мая 2006 года, ставшим одним из решающих шагов к уврачеванию разделения между двумя частями Русской Церкви. После подписания акта о каноническом общении и восстановления единства внутри Русской Поместной Православной Церкви, пользуясь нормами, приложение к акту о каноническом общении, приход сохранил свою юрисдикционную связь с РПЦЗ, не входя напрямую в подчинение Барнаульской епархии. И поэтому зачем я буду обращаться, и какое право иметь обращаться? У меня отношения к Барнаульской епархии, к другой, во всех епархиях нас кто там знает-то. И мы туда и не подчиняемся дальше. Несмотря на то, что время, определяющее переходный период для российских общин РПЦЗ до 17.05.2012 года истекло, приходы в городе Барнауле и в селе Потеряевке фактически поминают за богослужением святейшего патриарха Кирилла и предстоятеля РПЦЗ митрополита Илариона Капрала, имея при этом полное общение с Алтайской митрополией. Крестовозвиженский приход города Барнаула и община с село Потеряевки являются уникальными и своеобразными приходскими общинами. Члены общин придерживаются многих благочестивых традиций, свойственных старобрядцам. Мужчины не бреют бород, остригают волосы, носят рубахи на выпуск с поясом, женщины также не носят облегающих и тесных одежд, носят платки, в общинах строго поддерживается древнерусский нравственный и бытовой уклад, многие семьи многодетны. Старость этих общин является родной брат протеерея Иакима Лапкина Игнатий Тихонович Лапкин, известный православный миссионер, объехавшись проповедями о православии более 500 городов в России в ближнем и дальнем зарубежье. Миссионерская практика Игнатия Тихоновича Лапкина вызывает разную реакцию, однако можно уверенно подтверждать, что благодаря его миссионерским и апологетическим трудам к православной вере пришли тысячи людей. Доктор богословия, кандидат юридических наук, профессор кафедры истории церкви Черновицкого православного богословского института, настоятель храма святителя Луки города Норильска, священник Павел Бочков. Ну и дальше. Так, на сайте Барнаульской епархии вышла заметка с фотографией об общей храме Потерявки. То есть я для чего это послал? Выдержки из Московской Патриархии. Он спрашивает, какое отношение. Я посчитал, что это не просто какие-то сообщения, а это документировано. Документы я ссылаюсь на них. Кавычки открыты. Глава Алтайской митрополии поздравил жителей Потерявки 16.05.2016 года. Божественную литургию 15 мая в храме во имя священномучика Анфима, епископа Некомедийского, расположенного в восстановленном 25 лет назад в селе Потерявки Мамотовского района, возглавил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Владыки заслужили настоятель храма протеиерей Иаким Лапкин, еремонах Филарет Бердников, иерей Дмитрий Котов, проте диакон Владимир Черных. За богослужением молились прихожане храма. Пел местный церковный хор. По окончании богослужения архипастер поздравил всех, собравшихся с круглой датой. Ровно 25 лет назад в Потерявке была образована православная община, которую возглавил известный миссионер Игнатий Тихонович Лапкин. За прошедшие годы в селе появилось много новых жителей. Построен храм, действует воскресная школа, и все живут по уставу поселения, который основан на правилах святых отцов православной церкви и древнерусских христианских традициях. Митрополит Сергий пожелал присутствующим помощи Божией и преподал свое архипастерское благословение. А до этого приезжал с хористами, с семинаристами, много священников. Я считал, что этого достаточно, и он мне пишет снова. На ночь сегодня. Олег Рыжков, вы не ответили на мой вопрос. Есть ли у вас письменное благословение на вашу деятельность? И на другие вопросы ответьте, пожалуйста. Насколько я понимаю, вы не священник. А тут и понимать не надо, когда я говорю чтец, ну и все остальное, ты говоришь. Ты при том документы поставил-то. Так. И он написал, а потом в добавку еще написал. Мне новости не нужны. Какие новости-то? Это не просто новости. Я документы представил. Какие новости? Я так и не понял. Что за ответ у него? Письменное благословение митрополита Сергия. Пожалуйста. То есть уже в приказном порядке. А какое от него благословение, когда мы к нему не относимся? Я митрополита Виталия представил. Мы когда поехали на Благовестие машину, нашу машину только три епископа благословляли. Московской патриархии. Три. Такой машины трудно найти где-то. Так. Я отвечаю ему. Так. Я же ответил уже два раза, что мы не Московская патриархия, а Русская Православная Церковь за рубежом. Значит, и не митрополита Сергия. Да. Когда он служит у нас в храме, то просит сказать проповедь. Это же все на нашем видеоканале. Мы, мне зачем от него чего-то просить, когда это не наш конкретно епископ. Ну да. От митрополита Виталия я послал вам благословенную грамоту. Разве это не письменно? А на книге «Симфония на житие святых» в предисловии стоит благословение от епископа Девтихия Курочкина, РПЦЗ и отдел епископа... И от епископа Максима Дмитриева, Московской патриархии. Когда к нам прибыл епископ Сергий, я же проповедовал в храме и вел самую обширную работу миссионера, почти полвека. Полвека. Я бы у него спрашивал, когда он еще не родился. Я когда еще только родился, я уже проповедовал везде, и меня трепали, сажали, еще только не было. Он меня называет исповедник. Исповедник тот, кто был, мучили, но остался живой. Мне уже 77 лет. Я не священник. Брата Иерей, мой родной брат, отец Иоаким. Других вопросов от вас не было. Выше этого ответа впереди. Я дал несколько ответов. Разве они не дошли до вас? Я тогда снова послал его. Вот благословение митрополита Виталия. Тоже послал. И не знаю, вот видите, как, ну, я не знаю, что на это можно ответить. Тяжело. Но его вопрос как-то настораживает меня, уже настораживает. Как будто ничего больше не надо. Дайте благословение, а остальное хоть ты кто будь. Хоть, говорится, бык, апис. Мне совершенно непонятно. Такие важные документы. Все это с московской патриархии. Я считал, я сто процентов ответил ему. Он говорит, нет, дай ты песенную бумажку. Да разве бумажка определяет мою национальность и то, что я делаю? Разве не состоим мы из дел своих? И далее. Я ему пишу. Мир вам, дорогой брат Олег Рыжков. Ваш журнал душа регулярно получаем и благодарим Бога за ваш труд. Посылаем его и в разные страны вместе с нашими книгами. Когда был запрет на распространение этого полезного журнала в местной епархии Алтайской, мы всей нашей общиной стали молиться за вас и ваше благое дело. Наши друзья посылали не раз вам помощь. Добровольное пожертвование. На будущее. Как бы вы к нам не относились, мы всегда будем благодарить Господа Бога за ваш труд. Мне с братьями пришлось проделать миссионерский путь со своими 38 книгами, которые мы дарили более чем 600 библиотек мира. Пройдя от Владивостока и порта Находка до Лиссабона, прошли Скандинавию, Прибалтику. И где только можно было, дарили и ваши журналы, восхваляя их доброту. Игнатий Лапкин, староста Крестовозвиженской общины города Барнаула, РПЦЗ. Вот еще раз, это я то, что ему написал. На нашем видеоканале. 6 683 наших видеоролика, где все это заснято. Мы строим православную деревню в Мамонтовском районе Алтайского края. Престольный праздник у нас 16 сентября. На празднование приезжает митрополит Сергий Иванников с братьей и хором. 14 мая отмечаем дату начала восстановления деревни, потерявка 26 лет. Это нынче 14 мая будет. И каждое лето крещение в озере с полным троекратным погружением в этом году 9 июля. Если вас это заинтересует, то в одну из этих дат могли бы вы посетить нас со своей братьей. Видите, какое. Это первое, что самое первое. Я там не прочитал. Если вы что-то найдете полезное и нужное вам. Вот так. Это уже я говорил. Да, да. Нужное вам на наших ресурсах. Что, можете брать без предупреждения все, что пожелаете. Особенно на сайте 4124 ответа, которые мне пришлось давать в университетах, школах, на радио и показал, где наш сайт. Вот только нажми и на нем. Все ответы даются на основании. Все ответы дают на основании Святой Библии. Творение святых отцов, житей святых, книги правил, поэзии мира. Это около 500 поэтов. Так. И дальше пишет мне одна. Галина Влеська, Новокузнецк. Мир вам! Переписка наша 24.03.2017 года принесла плод. Девушка Анастасия на утренний вечер этого же числа стояла в платочке. О, победа какая! Малая радость и чудо мелкого масштаба. Аллилуйя! А теперь на просмотр ролика братьев из Потеряевки про старцев. Делюсь опытом. Ранняя осень 1999 года. Лавра во имя Святой Троицы и преподобного Сергия Радонежска. Раннее утро, с 7 часов утра. Окончилась ранняя служба Богу. Между храмами Трапезным и Успенским вижу с трудом идущего старого монаха с крестом на груди. С несколькими женами быстро подходим к нему за благословением. Благословил и словом кавычки открыты. Жены, помните, что ваше первое дело рождать и воспитывать деток. Аминь. А также тихо и так же тихо наклонив низко седую голову пошел к елейному корпусу. Оглянувшись среди нас благословенных жен батюшкой увидела нищенку с двумя своими детками погодками. Очень смуглым, кучерявым мальчиком и белокурой девочкой помладше. Они резвились вокруг матери, а она улыбалась им и целовала их. И крепко задумалась я о себе. А позже узнала о том, кого встретила. По фотографии в православных печатных источниках. Этот старый монах-священник был отец Кирилл Павлов. Вы его знаете, недавно умер, меня спрашивают, а вы знали его? Знал, был у него на исповеди. Ну и когда все он прослушал, как люди у меня в доме приходили, стектанты делают православные, он говорит, о, это большой труд. Слава Иисусу Христу! Если, говорит, через кого-то обратилось бы сегодня 12 человек из сект, это был бы апостол нашего времени. Вот как высоко он оценил. Но я-то говорю не о 12 человеках-то. Для него это было очень необычно. Такое. А теперь вопрос брату Никите. Отец Кирилл старец? Для меня, да. Произошел... Так ты его считаешь за старца? Отца Кирилла? Ну он же старый-то, старец-то. Ну вот он умер Павлов, он сейчас умер. Да я знаю, я смотрел про него. 97 лет он умер. Дальше. 19-го года рождения. Произошел сильнейший, потрясающий, как взрыв, перелоп внутри меня во многих отношениях к себе, как к женщине. До сих пор, среди молодых пар, благовествую и о многочадии тоже. И не могу понять, откуда это во мне. Но говоря об этом, каждый раз помятую нашу встречу в лавре и слово от отца Кирилла. Царствие Божие, батюшки. И аминь. Царствие Божие. А тут написано... А царствие Небесное. Ты, пожалуйста, видно, что ты... Небесное ты не мог не видеть, иначе бы и божественно не срадил. Но на них оставляешь свое слово. Дальше. Михаил Кальмаев пишет. Так. Мир вам. Игнатий Тихонович прочитал только что рассказ о внутренней жизни православии от дьякона Андрея Белоуса. Вот такого православия шарахаются люди и уходят в секты. Вот тут надо нажать, и сразу на него выйдешь. Вот. Да я покажу, где это. Есть ли разница между церковью, в которую ты пришел когда-то, и русской православной церковью, в которой оказался? Да. Трудно сказать, когда я в нее приходил, я не видел ее внутренней жизни. Тем более, что это и была русско-православная церковь. Просто, когда не видно внутренней кухни, кажется, что все хорошо и благостно. Но когда знакомишься с этим, то все совсем не так при любом патриархе и в любое время. Что изменилось для тебя за последние 8 лет власти патриарха Кирилла? То есть вопросы такие задают как бы, он отвечает. К сожалению, не так много и в основном не к лучшему. Внешнему человеку кажется, что патриарх это кто-то вроде римского папы, слово которого что-то значит и которого слушает. Если не за совесть, то хоть за страх. Это не Куракарьма его задают, а там один священник инкогнито. На деле же отношения совершенно феодальные. При минимуме лояльности и максимуме отчислений можно не обращать внимания даже на указания прямого начальства, не говоря о далеком московском, которому больше нечего делать, как наказывать сельских настоятелей за не тот цвет камеловки. В итоге, как это работает? Епископы собираются на собор и принимают какое-то решение. Скажем, вести обязательную катехизацию на всех приходах, осознанно готовить людей к окрещению. Это было уже, было от патриарха, не один раз. Но они прекрасно знают, что выполнять это решение не будут. Заранее знают. А будут посылать отчеты о том, как они его выполняют. То есть врут. И прекрасно знают, что патриарх не будет их за это наказывать, потому что иначе ему придется биться со всем епископатом русско-православной церковью. Вот и все. Потому что им вся эта катехизация не нужна сто лет в обед. Ну, кроме редких исключений. Вот видишь как. И поэтому патриарх сказал для отмазки, а он заранее знать не будет. И когда смотришь, ну у меня сколько человек-то, я что-то скажу, люди выполняют, понимаете, это диктат, тоталитарный режим, что скажет Лапкин беспрекословно выполняет. Так это заслуга, а не поражение какое. Я знаю, что это такое. Был про арабом на стройке, был среди заключенных. Если слово сказано и выполняет. Почему? В первую очередь дела твои впереди тебя идут. Вот мне говорят, ну вам хорошо, на вас авторитет ваш работает. Ну, авторитет-то я его, наверное, для меня авторитет-то полвека отдал, пусть и работает на меня теперь. И далее. Так. С другой стороны. С другой стороны, патриархия получает отчисления от епархии, и если их не будет, будут проблемы у нее, а не у всех вообще епархий. Поэтому то, когда патриарх принимают какую-то декларацию в Гаване, это волнует только тех, кто думает, что он что-то решает. Ага. А дальше и говорит... Ощутили на себе последствия раздела епархии. Это того человека спрашивают. Я сейчас буду показывать, но немножко только, все подряд не буду, потому что у меня тут есть желание такое, чтобы другое еще послушали. Я сейчас вот контроль нажимаю, сейчас нажму на это, и сразу на него выйду. Откуда он взял этот материал? Михаил Кальманов прислал на меня. Вот как выглядит. Ахилла. Вверху король сидит, внизу герцоги, графы, бароны, рыцари, а дальше крестьяне не входили в феодальную лестницу. То есть, а тут уже сплощником идет, лестницы нету, некуда дальше идет. И дальше он все это... Вот видите, как я сейчас прокручу маленько, а потом покажу... Ну, сами найдете теперь уже, все понятно. Найдите, сами просчитайте. А кто это пишет? Там на самом начале должно быть указано. Так, просчитай вот это. Диакон Андрей Белоус. Дальше, что он говорит? Напоминаем, что мы предлагаем священнослужителям принять участие в проекте «Исповедь анонимного священника». Скачав анкету и ответив на вопросы, точка, только просим отвечать развернуто, чтобы было интересно, а не просто «Да», «Нет» и рассказывать про свой опыт, а не общими словами, что все священники живут по-разному. Тоже напоминаем, также напоминаем, что анонимность публикации гарантируется, но автор-священнослужитель должен подтвердить свою личность для редакции. Если вы не доверяете редакции Ахиллы, то не стоит и присылать анкету. А если священнослужитель готов написать открыто, то мы будем рады предоставить площадку смелому батюшке. И дальше ему говорит, вот какой был, когда ты пришел, и что, ну сами найдите это. Я же показал где-то, сейчас я закрою этот материал-то, ну и покажу, где, вот он, здесь, ощутил. Теперь раздел епархии, для того задумался, для чего? чтобы у патриарха появилось преданные ему епископы, готовые выполнять его указания. Ведь для среднего епископа России в 2008-м митрополит Кирилл это просто влиятельный епископ, который может представлять церковь в СМИ, в международных отношениях или в контрактах с государством. Но это не духовный лидер, моральный авторитет или человек, чем мнение для них важно в богословских или церковно-политических вопросах. Он экуминист и не совсем понятно насколько кавычка ну тайный кардинал. То есть давно может перешел в католичество? Значительная часть именно российских епископов поддерживала митрополита Климента, с которыми они работали, как с управляющим делами РПЦ. Митрополита Кирилла поддерживали епископы Украины, так просил киевский митрополит Владимир. Беларуси после самоотвода митрополита Филарета Минского и остального зарубежья, которые работали с ним. Новые епископы могли бы быть преданы ему, если бы у него было достаточно кандидатур. Но их не было ни в Смоленской епархии, ни в Московской, потому что далеко не каждый столичный игумен согласится поехать епископов в сибирскую деревню. В итоге ему пришлось брать кандидатов, которых предлагали местные митрополиты. То есть усилить не влияние патриарха, а влияние местных новых митрополитов. Стали ли они ближе к народу или хоть к своему клиру? Нет, потому что клириков отделяют от епископа не расстояние, а его свита. Конечно, если бы новые епископы трезво оценивали свое положение и понимали, что они пришли на место благочинных образца 90-х годов по размеру их епархий, они стали бы ближе и к пастве, и к священству. Теперь я буду просто проводить вот так, вы затормозите и считайте, потому что там уже трудно будет считать. Я специально это выяснил. Вот какие вопросы задают? Ты красное только считай, а ответы я не буду держать. Какие проблемы видишь в епархиальной жизни? Ну, это, конечно, человек знающий. Вот теперь тормозите это место, просчитайте, это важно очень знать-то. Вопрос. Каковы твои взаимоотношения с настоятелем, братьями, священниками, архиереем? Вот так. Каковы отношения между священниками в твоей епархии? Как живет обычный священник день за днем, без прикрас, без слащавой картинки для православной публики? А эти как? Это надо, чтобы он искренне написал. Как выглядит приходская жизнь глазами священника? Социальная, миссионерская, молодежная деятельность на твоем приходе, в твоей епархии. Это реальность или фикция? Как ты видишь прихожан? Каковы план, каковы ваши отношения? Просто тормозните и просчитайте дальше. Как выглядит финансовая жизнь обычного прихода? Куда распределяются денежные потоки? Зарплаты, отпуска, больничные, пенсии, трудовая, весь соцпакет? Как с этим обстоит? Вопросы какие? Дальше. Как себя ощущает священник через 10 лет в служении? Есть ли чувство правильного движения, духовного развития или регресс по сравнению с тобой, только что рукоположенным? Так, если отмотать назад, пошел бы опять священники? Дальше. Второй вопрос. Нет ли желания уйти совсем за штат, снять сан или в альтернативную церковь? Какие вопросы там задают, интересно. От чего больше всего устаешь? Ну и считай. Есть ли разрыв между тобой человеком и тобой священником? Насколько это разные люди? Священство. Благо для твоей семейной жизни или проблема? Каким видится будущее собственно и РПЦ ближайшее лет через 10? Вот тут я маленько не дал досчитать. Вот это досчитаете. Отормозните и дальше просчитайте, кто интересуется. Не интересуется, значит, ну и его это значит. И вот если здесь нажать, контур, а потом вот сюда вот давно вот так у себя себе где-то перенесите, то сразу туда кинется. Так, Михаил Кальмаев пишет. Да я и сам не хотел бы находиться в церкви, где царствует животолюбие, где идеалы хоть и провозглашаются, но тут же попираются, где царствует равнодушие и так далее. Но я в этой церкви и для стороннего наблюдателя вопреки здравому смыслу. Ну да, вот меня все время спрашивают баптисты другие. Вы знаете все, уверовали, получили рождение с мыши, крещение Духом Святым. Вдруг вы православие находите, но это мертвая зона, как я называю, скотомогильник. К погибшим овцам Израиля пришел Господь. Как вы можете там находиться? Я отвечаю точно так, как Михаил отвечает. Все так и не так, потому что эта церковь, именно та церковь, которую создал Христос. Трудно узнаваемая, с лицом страшной и изуродованным своими детьми, но она моя церковь-мать. И куда я пойду? И от всего этого на душе я всегда очень горько и одновременно я спокоен, я в церкви, а не в секте. Какой бы хорошей, правильной эта секта ни была. Я отвечаю Игнатий Лапкин. Мир вам, дорогой брат Олег. Ваш журнал душа регулярно получай и благодарим. Это, наверное, я считаю сейчас, да? Да, это было, да. Ну, старост, это все у нас прошло. Опять он спрашивает. Спасибо, Господь. Я ему все ответил, где мы находимся. Вот. И он опять тоже спрашивает. То есть нужна бумажка. Бумажка от определенного человека. Явное дело, что он не смотрит, что у меня такое сокровище, что он еще не родился, а я уже был проповедником. Ни на что не смотрит. Отзывы, которые дают патриархийный епископ, митрополит, доктор богословия. Ни на что не смотрит. Меня так это удивило. И он вчера даже ночью этот ответ давал. И спать как-то не захотелось. Хотелось лично встретиться с ним. Так, Елена Морозова. Мир вам, Игнатий Тихонович. После просмотра видео нахожусь в потрясении. Ваше духовное чадо Никита Колесников в очередной раз показал, кто он есть на самом деле. Ваше духовное чадо? Ты себя таким считаешь? Или ты, может, никакого отношения к чаду не имеешь? Мы сейчас только закончим и запишем ролик на тот ролик, который есть. Вопросы эти я буду задавать. Так. Она тебя называет чадом. На каком основании? Ты можешь сказать ей, что ты не чадо или непослушное чадо. Какой ответ даешь сразу? Ну, можно сказать... Ну, я уверовал, это не первый от вас, но от вас получил. Это не мое духовное чадо. Так что здесь маленько надо поправку делать. Он приехал, я. Я же не напрашиваюсь какие-то там учителя и дальше. Высокомерие, оскорбление и хамство по отношению к роману поражает. Ни дня не работающий, одаренный недвижимостью и находящийся на вашем полном иждивении, не выполняющий ваших наказов, ни грамма не имеющий уважения к вам, как главе общины, духовному наставнику, имеющий темное прошлое, которое вы приняли без благословения, ходатайство священника, вели в свой дом. Почему он относится к вам и членам общины с такой черной неблагодарностью и нелюбовью? Приходится даже вот это вот надо запомнить, что она говорит, и потом в ролик мы запишем. Ты не совсем согласен, что она говорит или согласен? Нет, ну не согласен, конечно, с многими вещами. Ну она как видит, так и задала вопрос. Она вопрос, видишь, вопрос стоит. Дальше. Как возможно, христианине такое поведение, образ жизни? А до этого, когда я с тобой разговаривал, ты помнишь, что ты делал не так, или где-то начинал хамить, я тебя останавливал, и все, ой, Никита, как тебе трудно, ты убегай оттуда, ты уходи туда, там в семинарию начали тебя звать. Я говорю, с таким характером только в семинарию надо, больше никуда ты не годен. Посмотрите, как он вас рисует в карикатурах. Где ты меня рисуешь? У меня там есть на страничке рисунки. Ты меня рисуешь? Ну или вашего нет, вашего, может, и нет рисунки. Ну карикатур нет, как она называет карикатур. Ну почему рисуешь? А почему меня не предупредил в этом? Ну я покажу, если у меня есть он где-то. Ну так, ты теперь уже она сказала, я-то этого не знал, ты рядом находишься, действительно, и пьешь, и ешь, все здесь, спишь спокойно, и в то же время рисуешь карикатуры. Вещь неслыханная. Ну это она назвала карикатурами. Ну может быть, ладно. Гротесного собрания. Ну ладно. Ну я на тебя где-то что-то рисовал, хотя бы не карикатуры. Нет, нет. Нет, у меня все как есть, так я и беру. Да. На фото ВКонтакте. Ладно. Плохо, что у вас ослаблен слух. Никита дает ежедневные ядовитые комментарии. Где-то ты даешь? Ну так, я не знаю, пусть она покажет, где я даю. А где ты даешь каждый день комментарии? Ну я тоже думаю, где это каждый день. Ну она говорит ВКонтакте. Нет, ну она теперь про слух говорит-то. Про слух ваш. Ну ладно. Не ВКонтакте, а на Ютубе. Ладно. Очень обидно за хамское отношение к брату Роману, Галине Загуляевой, Сергею Пупкову, Владимиру, Надежде Васильевне и другим. Нет вообще никого, кого бы любил этот человек. Всем нам свойственно ошибаться в людях, но хочется надеяться, что имея живую связь с Богом, вы молитесь, вы вымолите милость к судьбе общины, деревни и лично себе. Верю в силу вашей живой молитвы. Аминь. А что она молитвы говорит? Я так и не знаю. какую... Ну да. Что-то, не знаю. Вы вымолите милость к судьбе общины. Вот она говорит, всем нам свойственно ошибаться в людях. И дальше она через запятую говорит, но хочется надеяться, что имея живую связь с Богом, вы, кого она по слову имеет в виду? Меня или тебя? Речь о двух людях идёт только. Не, ну вы, вы же... Вы молите милость к судьбе общины, вы молите к деревне милость и лично себе. Верю в силу вашей живой молитвы. Что я молитву? Моя или твою? Не, ну вы же часто выжгаете, что у вас живая связь с Богом. Я-то не говорю этого. Не, она-то о ком говорит? Ну, это про вас имеется в виду. Кому она говорит? Да вам это говорит. Чтобы не ошибиться. Обо мне говорит или о... О чём я молитве? Ну вот это последний куплет. О ком? Это вам, говорит Сына Тихонович. Оно сей, ко мне, да? Да, конечно. Вы всем нам свойственно ошибаться в людях. Ну это, конечно, не от меня к вам, а от вам ко мне имеется в виду. То есть я ошибался в людях, принял не того и об этом речь идет. Дальше кто-то пишет. Александр Бере. Непонятно дальше, что Берёзов может быть. Так, доброй ночи. Вот смотрю ваше видео, особенно последнее про ваших духовников, братьев по вере. И постоянно задаюсь вопросом. Вы живёте правильно. Так, ни в коем случае не хочу вас и ваших братьев обидеть. Но, если жить... Я даже не считал, просто перекопировал ночью, если что... жить от мира и учить, говорить о правильной жизни. Кто будет защищать землю? Кто возьмет оружие и будет стоять до конца во имя Руси? Царь придет, да. Но ему нужна и армия православная. Пошло. А не такие духовные чадо. Вот эта армия погубила его. И начало бы войны, царь, сегодня, чтобы всё было бы. Мы были первым государством в мире. Он погубил-то. Погубил страну. Войной начал войну. Сгорел царь. Ещё ничего не поняли. У меня есть большой материал. Придётся потом насчитывать. И любите врагов ваших. А не такие духовные чадо. Будет страшная война и будут реки крови. Выдержит ли психика таких духовных чад, когда придётся резать детей, которые обмотаны бомбой, для того, чтобы спасти своих братьев по оружию, когда они спят? Я не понял немножко. Готовы бы пойти на это послушники? То есть, подрывать, как эти бомбы из себя делают шахиды? Мы как бы? Ну да, вот, видимо, он об этом говорит. Вот почему? Смотри-ка. Будет страшная война, будут реки крови. Выдержит ли психика таких духовных чад, вокруг которых, когда придётся резать детей, которые обмотаны бомбой, для того, чтобы спасти своих братьев по оружию, когда они спят? Братья по оружию спят, а мы детей своих, уже приговорённых, будем посылать, чтобы там где-то подрывать. Я так понял. Готовы найти, по этому, на это послушники? То есть, быть шахидами. Далёко идёт. Кто, если не мы? Умереть легко, да. Попасть к Богу сложно. Но, а как мы будем стоять перед ним? А он спросит, ты в первую очередь мужчина, который должен защищать землю, детей и стариков. То есть, они знают, как Бог спросит защищать детей, а сам Христос не защищал. Римское владычество так и осталось. Божью Матерь не защищал, вложи мечтой. А за Христу, это значит, о другом Христе говорится, как Аллах и наш Бог, это разное совсем. Если 50% страны наркоманы и алкоголики, а 45% исторично, может, исторично молодёжь, интернетом, испорченную. А, испорченную. А? Может, истеричная, я не знаю. Ну, испорченная молодёжь. Интернетом, играми. Ну, испорченная. Испорченная. Давай, переправим её. Тут ошибки у него уже были, но тут просто требуется. Так, испорченная молодёжь, интернетом, играми, и геи, которые держать орудия не могут. Зато 4% духовники, монахи, пастушки. И остаётся 1% таких людей, которые верят в Бога нашего, Иисуса Христа, но и готовы пойти на жертву, чтобы спасти землю людей. Да сегодня куда идти с чего-то, когда по 3-4 бомбы на атомных, на одно место, всё уже вымерено. Вокруг границы всех, вокруг со всех сторон. В один день взлетает, может быть, там 100 тысяч ракет, и кого ты будешь спасать. И пускай руки, лицо в крови, и пускай он грыз врагов страны, и что он не попадёт в рай. Не попадёт в рай. Бог накажет, Бог накажет его? Так вот вопрос. Простите меня, пожалуйста, великого грешного Александра. Готовы ли ваше щадо взять оружие в трудное время и встать на защиту? Вот готовы ли они? Вопрос задаёт. Вот так. Это меня спрашивать, а вот щадо. Дальше. Молитва нужна, но с оружием в руках. Какое мы будущее оставим нашим детям? Да ему не будет будущее. Да какое будущее-то? Всё будет сжечь зной, считай откровение-то. Нарязвы, нарывы. Любовь и доброту к людям. А кто их будет защищать, когда к девочкам придёт чума людская? Не для разговоров, вы понимаете, те о чём? Где будут мужчины на молитве в монастыре или собирать мёд и ягоды? Простите ещё раз, душа рвётся к... К кому она рвётся? К смерти? К могиле? Ну сейчас мы сидим, я сижу с женой, я готов защищать. Входят 20 китайцев с автоматом, ещё буду делать. Почему Авраам отдал Сару? Потому что всё равно нельзя было защитить, он только молился, и Бог вернул её ему, нетронутую. Да, и ещё. Легко читать и учить проповедям Божьим людей, когда у тебя есть интернет, компьютер, камера, ютуб, телефон и тому подобное. Так половина людей, которые создали, это были другой веры, может даже и с сектантами, попали в ад. И попали в ад, а, так сказать, вам добро сделали, попали, зачем мне определять, кто куда попал? Я против вас ни в коем случае ничего не имею. Не надо учить детей и забивать на 90% головы детей заветами и историями о старых временах. А, вон ещё к чему подводят. Как подполз змей. Дайте детям развиваться. Может в них живёт великий музыкант, учёный, врач или космонавт, который выйдет за орбиту Солнечной системы. Пошло дело. И начнётся новый виток эволюции. А ошибок очень много. Видно, что мало-мало грамот. Или не русский. Виток и прочее. В эволюции человечества. Жизнь закончилась уже. Всё, земля себя истощила, как в третьей книге Елизарь говорится. И православие там будет. Я не доживу и сдохну. Но зато чьи-то дети доживут и увидят всё это. Жить не как патриоты земли, а как единое целое с природой и Богом. Это язычник какой-то пишет. Но такого не добился, уча детей. Какие грибы надо собирать, а какие нет. Не перед этим надо прочитать 800 раз отче наш и идти в лаптях. Таким методом не долбиться. Они должны это знать. Не долбиться. Да, но не забивать эти головы день ото дня. Видишь, как то есть слово Божие говорит, постоянно молиться. Не надо молиться. Но явно видно, кто это такой. Я бы отправил свою дочь в ваш лагерь. Это очень полезно. Но детям надо давать думать самим. И они должны понимать, что хорошо, что плохо через свои ошибки. Эдисон, если я не ошибаюсь, который придумал лампочку, был в постоянной молитве. Меделеев, нет, ему открылось это через ангелов. Бога, может и от дьявола. Не хочу судить. Возможно, они были верующими, но они не фанатели. Вы сейчас скажите антихрист, сектанты, все такое. Я еще раз вам напишу. Я не хочу вас обидеть или подорвать ваш авторитет. Но вам, и когда царь придет, я скажу слово в слово. Дайте детям свое видение. Детям дать видение. Бедовой не придешь, если дашим видение. Видение дать не свое, божественное, по Писанию. Не надо засорять мозг религии, как это делают мусульмане, евреи. Вот оно, теперь полностью вылез уже. Нам надо думать о спасении души, но нам и надо думать, как жить здесь, на этой планете. И дай Бог за ее пределами. У нас богатый опыт наших недалеких предков, что они сделали с землей, что мы сделали с водой, природой. Рожать не будет. Да. Вина. Это наша вина. Вина. Видишь, сколько... И думая, что мы готовим на дровах или греем дом. Мы делаем хорошо природе? Нет, мы делаем хорошо себе, чтобы жить дольше. знака прикинания не знают. И притом это пишут не в телефоне. Мы, люди, никогда не изменимся. Но давайте направим детей на правильный путь. Мы получим атом, гидроэлектростанции и так далее. Для чего вы задумаетесь, если будут готовить на дровах и греть дома? Где столько дерева взять? Леса Сибири хватит? Китай на полгода. А сколько веков создавала природа эта? Вот поэтому учить хорошо. Но чему вы учите? Спаси себя, уйди в лес. Так лес, полный китайцами, которые ждут русских невинных девушек. Если царь скажет, что я не прав, греть мне в аду. Простите еще раз. Ну, понятно, что больше он не будет. Но один раз себя показал, что он говорит, а вот вы выбираете, что даже, ну, без матерков, слава богу. Хотя без матерков обошлось. Так. А можно сейчас на минутку перерыв сделать? Да мне надо писать это. Одну минуту. Ну, давай иди. Почти час прошел, а я сейчас вернусь. Я сейчас. Я кое-что тут еще. Не, еще. Подопишем. Видишь, у меня закончить это надо. Семья. Так. Я сейчас тут покажу один. Мне сегодня открыли. Я сейчас приду. Так, иди. Открыли. Вот это вот, что посмотрел. Называется геноцид. Религия. Церковь дружила с фашистами в Европе. Хорошо, смотри где-то. Я буду так же проводить, чтобы люди могли посмотреть. Ну, и кто-то, может быть, откликнется, по порядку все посмотрит. Кто подготовили, авторы, все. Вот смотрите. Тут про разных разных говорится. Вот они стоят. Руки поднялись, священники. Ну, это католики. Вот, картину надо показать. Не знаю, видно, не видно. Видно, видно. Гитлер здесь. И дальше. Вот они, как говорят, тут про Муссолини. Тормозните, вот это место просчитаете. Я что-то считал, а что-то нет. А там еще сегодня мне прислали. Ничего не опровергаю, ничего. Просто ознакомить, чтобы люди увидели. Сами могли просчитать. Вот опять же стоят. Руки протянули кверху. У меня стихотворение написано. Вот рука, как взлет аэроплана. Хайль, кричат, открывшая хайло. Все пришло по плану. Появилось, сгинуло, ушло. Видите, какой большой материал даем. Я его увеличил, ну, сделал другим светом. А тут уже православные. Рядом свастика, вон там. Ну, свастик, это еще не говорит ни о чем. Везде флаги у них были. Вот метунс. Тут подробно все, в каких числах, когда было, Гитлер тут как пришел. Ну, если считаете материал этот ценным, тогда просчитаете. Вот здесь Гитлер пожимает руку к кардиналу, прилаты. Вот опять дальше. Ну, это надо смотреть будет. За сегодняшний, за вчерашний день, в событиях дня, там тогда зайдете, просчитаете. Это большой материал. Я его провожу, а потом можно будет просчитать. Такой материал редко бывает. Первый раз. Ну, видно, что люди трудились. Ну, хотя бы показать это. Видите, руки поднимают вместе с фашистами и в приветствии поднимают руки католические там, кто они, кардиналы. смотрите внимательно. Вот это считаете, как видите, показывает, какие стоят важные. Но это уже что-то. Меняли для немцев. Вот Метонс. Я говорю, вот как Бог? А приехал немец, говорит, а вы как понимаете? Ну, их Бог благодат. Да нет, говорит, Богом назван Гитлер. Хайль Гитлер. Приветствия, такое было. Хайль Сталин-то не было. Да здравствует Сталин. Где-то. А так не было. То есть он прямо возомнил себя как сын Юпитера, как Александр Македонский. Зачем ему это надо было? И так оказался самый проклинаемый человек. Вот они стоят. Руки подняли тоже. Не думали, что так это будет рассмотрено где-то. Просто прочитаете. Какой большой-большой материал. Ну, кто просчитает до конца. Я только так внешне посмотрел. Мне это не надо. Но материал посчитало, что нужный, чтобы сегодня-то. А советские это тут попыта точно та же льнули к сталинскому голенищу. Уже в гробу лежит. И Алексей Первый Семанский наворачивает, стоит там. Это такая сила ушла. Ты там везде помогал. Ну, что же говорить-то. А это уже православные казаков благословляют. Ну, и понятно, довели. Как всех расстреляли, а эти думали, как освободить. Веры-то не было. Вот и берись за оружие. Думали, все, Гитлер обязательно в Москве будет. Не получилось. Обломали рога и хвост оторвали. Будет так, как Бога установлено. Для Бога источник. Ну, так я показал это. Теперь теперь это тоже человек. Все это свое. Показать наши ресурсы. Вот это мой мир в моем мире. Там есть я еще на странице с голубем писать. вот здесь можно писать, подходить. Тут у нас видео сколько? 5545. То есть нато 1200 роликов меньше, чем на видеоканале. Вот наш православный форум. Посмотрите наши ресурсы какие. 1600 тем. Ну и вот это что у нас? События дня. сегодня события дня. Ночью я поставил. Уже посетила. За сколько здесь у них? 72. А Никита? 201. 201. За сколько? За 4 часа. Это номер 2. Разница большая. Ну вот остальные сколько? Сегодня я 8 выставил. Совместная молитва. Ну и самое большое это у нас ресурс православный библейский сайт. Вот он где. и вот справа здесь здесь вопросы и ответы на ответы. Ну я заранее эти вопросы и ответы вынес и сейчас начнем. Это церковь и фашизм. Я это убираю уже. Ознакомил людей. Семья. О семье еще вопросы остались. Вот теперь и будем туда закатывать. Считай. вопрос 3800 и 26 том открытым оком. Почему в христианстве брак ставится ниже девства? Разве не сказано было в раю, что одному человеку плохо? Ответ. С этим нужно согласиться без разных почему. Помня, что есть вечное и есть временное. На брак смотрят крайне легкомысленно очень многие. Апостол Павел едва ли был когда-либо женат. О вопросах брака разбирался вполне исходно. И он сделал заключение, что ныне уже одному лучше быть, потому что мы уже не в раю. Когда был Адам в раю, то ему песни не с кем было петь. Тогда это она была ему помощница, чтобы поделиться впечатлениями. Адам не рассматривал деву как объект наслаждения, когда она совершенно голая была, и он был вполне счастлив с ней без лишних эмоций. А одновременно семейная жизнь дает возможность открыться таким талантом самопожертвования, каких от неженатых и незамужних вряд ли можно дождаться. Это я отвечаю в университете за капитры. Дальше. Третий год у Натальи тяжелые сны. Третий год ей змея горяча, земля горяча. С той поры, как солдатской дорогой войны, муж шел сапогами стуча. На четвертом году прибывает пакет. Почерк в нем незнаком и суров. Он отправлен в саратовский лазарет. Ваш супруг Алексей Ковалев. Председатель дает подорожную ей. То надеждой, то горем полна. На другую солдатку, оставив детей, едет в город Саратов она. Солдатка это жена солдата, оставшаяся дома одна. А Саратов велик от дверей до дверей. Как найти в нем родные следы. Много раненых братьев, отцов и мужей, на покое у Волжской воды. Наконец, ее доктор ведет в тишине по тропинкам больничных ковров. И притихшая слышит она, как во сне. Здесь лежит Алексей Ковалев. Чтобы его не разбудить, здесь лежит Алексей Ковалев. Нерастраченной нежности женская полна. И коллегу Наталья ждала, но того, что увидела, даже она не понять, не узнать не могла. Он хозяином был ее дум и тревог, запевалой, лихим кузнецом. Он ли, этот бедняк, без рук и без ног, с перекошенным серым лицом? И не в силах сдержаться, от горя пьяна, повалившись в кровать головой, в голос вдруг закричала, завыла она, где ты, Леша, заколик ты мой. Лишь в глазах у него два горящих луча. Что он скажет, безрукий, немой, и сурово Наталья глядит на врача. Собирайте, он едет домой. Не узнать тебе друга былого жена, пусть как память живет он в дому. Вот спаситель ваш, детям сказала она, все втроем, поклонитесь ему. Без слез нельзя считать, вообрази это все. Она в лесу все за той короткой, что положить все, и больше ничего не видит она. Причитали соседки над женской судьбой, горевал ее горем колхоз, но, как прежде, вставал Наталья с зарей, и никто не видал ее слез. Чисто в горнице дышат печи пироги, только вдруг, словно годы назад, под окном раздаются мужские шаги, сапоги по ступенькам стучат, и Наталья глядит со скамейки без слов, как, склонившись в дверях головой, входит в горницу муж, Алексей Ковалев, с перевязанной правой рукой. Не ждала, говорит, улыбаясь жене, и взглянув по хозяйству кругом, замечающие же и глаза в тишине, и другого на месте своем. А жена перед ним не мертва, не жива, но, как был он в дорожной пыли, все поням и не в силах придумать слова, поклонился жене до земли. За великую душу подруги не мстят и не мучают верной жены. А с войны воротился не просто солдат, не с простой воротился войны. Если будешь на Волге, припомни рассказ, не взначай, загляни в этот дом, где напротив хозяйки в обеденный час два солдата сидят за столом. 45-й год, Лев Ашанин. Вот что интересно, Лев Ашанин институт литературный, там разрешалось по одному стихотворению говорить, я говорю, считал, я у него был, и у меня три стихотворения он попросил прочитать. Люди попросили, он разрешил, я его лично знал. Женщина очень капризное создание, и она будет всегда искать чего-то высшего, но не в духовном плане. Притча 21.9. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женою в пространном доме. То есть это 26-й том, на каждый вопрос там говорят, а почему на первом месте не женитьба ставится. Я отвечаю шестью поэтами и шесть эпиграфов, так что тут необычный ответ будет. Всегда так было и всегда так будет. Ты забываешь обо мне порой, твой скучный взгляд порой мне сердце студит, но у тебя ведь и нет такой. Второй Несвойственно любви красноречивость. Боюсь я слов красивых, как огня. Я тебя молчанию научилась, и ты к терпению приучил меня. Нет, не к тому, что родственно, бессильно, что вызвано покорностью судьбе. Нет, не к тому, что сломанные крылья даруют в утешение тебе. Ты научил меня терпенью поля, когда земля суха и горяча, терпенью трав, томящихся в неволе до первого весеннего луча. Ты научил меня терпенью птицы, готовящиеся в дальний перелет, терпенью всех, кто знает, что случится, и молча неминуемого ждет. Вероника Тушнова Тушнова. Вот это, видите, какие слова хорошие могут сказать люди. И дальше. Сераха 43-14. Лучше злой мужчина, нежели ласковая женщина, женщина, которая стыдит до поношения. Видите, вот первый Левашанин, теперь Вероника Тушнова, вот два поэта. Дальше. Дурную женщину любил, а сам хорошим парнем был, с врагами незастенчивым, к друзьям непеременчивым. Умел приехать к другу, подать несчастью руку, поднять в атаку роту, стать грудью в непогоду. Был и умен, и добр, и смел, и верен был отчизни, и одного лишь не умел в своей короткой жизни. Взять, отодвинуть взглядом и рассмотреть как следует ту, что живет с ним рядом, что спит с ним и обедает. Ту, что с их первой встречи была с ним всех короче, и жизнь его калеча, и честь его пороча. А это, с кем он жил, она, но выручаться смело, что значит слово то, жена, понятия не имела. Свои лишь ручки, ноженьки любила, дожалела, а больше ничегошеньки на свете не умела. Ни сеять, ни пахать, ни жать, ни думать, ни детей рожать. Ну, просидеть сиделкою, когда он болен ночь, не самую безделкою в беде ему помочь. Как вспомнишь, так в глазах темно, за жизнь у ней лишь на одно умение хватило свести его в могилу. А где же были мы, друзья, тут виноват и ты, и я. молчали, замечали, да головой качали, мол, вроде неприлично касаться жизни личной. Да так и не коснулись, как умер лишь проснулись. Как умер, так проснулись. Увидели, какой он взял. Только одному трудно, плохо. И кто это пишет? Константин Симонов. Ну, известный поэт в 54-м году. И тут же эпиграф. Притча 19-13. Глупый сын сокрушение для отца своего и сверливая жена сточная труба. Сточная труба. Знаешь, что такое сточная труба? Ну, труба вот и помоем, все сливает, она из комнаты вытекает. Дальше. Как невод тонет небосвод, и в это небо точно в сети толпа купальщиков плывет, мужчины, женщины и дети. Пять-шесть купальщиц в лозняке выходят на берег без шума и выжимают на песке свои купальные костюмы. И на подобии ужей ползут и вьются кольца пряжи, как будто искуситель змей скрывался в мокром трикотаже. О, женщина, твои виды, взгляд ничуть меня в тупик не ставят. Ты вся как горло перехват, когда его волнение сдавит. Ты создана как бы в черне. В черне? В черне. То есть на скорую руку. Как строчка из другого цикла, как будто не шутя во сне из моего ребра возникла. И тот час вырвалась из рук и выскользнула из объятия. Сама смятение и испуг и сердце мужеского сжатия. Борис Пастернак. Лауреат Нобелевской премии. 56-й год. Но как он пишет, интересно. Серахов 26-й год. Они что-то испытали от женщины. Зачем он писал это? Там сядет муж ее среди друзей своих и услышав о ней горько вздохнет. Горько вздохнет. А до этого добивался. Жениться хорошо до много и досады. Я слова не скажу про женские наряды. Кто мил, на том всегда приятен и убор. Хоть правда, что при том и кошелек не спор. Всего не сноснее противные советы, упрямые слова и спорные ответы. Пример нам показал недавно мужичок, которого жену в воде постигнул рог. То есть она где-то тянула роковая. Он к берегу пришед, увидел там соседа. Не усмотрел ли он? Спросил утопший следа. Сосед советовал вниз берегом идти, чтоб быстрина туда должна ее снести. Но он ответил Я братец признаваюсь, что век она жила со мной вопреки. То истинно теперь о том не сомневаясь, что потонув она плыла против реки. Кто это пишет? Ломоносовка. 1747 год. Она против течения пошла мертвая. Она все время противоречила. Ему даже знают, нет, так просто она не пойдет по течению. Даже труп не утащит вода. Давай считай. 1 Тимофея 2.14 И не Адам прелещен, но жена прелестившись впала в преступление. Сирахов 26.19 Злость жены изменяет взгляд ее и делает лицо ее мрачным, как у медведя. Дальше. Заповеди не блюла, не ходила к причастию. Видно, пока надо мной не пропоют литию. Буду грешить, как грешу, как грешила со страстью. Господом данным нечувствами всеми пятью. Ого. Други, сообщники, вы, чьи наущения жгучи, вы сопреступники, вы нежные учителя, юноши, девы, деревья, созвездия, тучи. Богу на страшном суде вместе ответим, земля. Кто это написал? Марина Цветаева. Что-то она-то женскую природу знала. Ну и опять эпиграф новому стихотворению. Повторяю, шесть поэтов из разных эпох, русских поэтов именно. Без Евгения Втушенко мне бы не создать это. Это книга из Атома, 26 том. Экклесиаст 7,28 Чего еще искала душа моя и я не нашел? Мужчину одного из тысяч я нашел, а женщину между всеми ими не нашел. Не нашел. Так что Никита думает, женится или не женится? Как женился я раскаялся, да уж поздно, делать нечего, обвенчавшись не разженишься. Наказал Господь, так мучайся. Хоть бы взял ее я силою, или обманут был злою хитростью, а то волей своей доброй где задумал, там сосватался. Было кроме много девушек и хороших и талантливых, да ни с чем взять, видишь, совестно от своей родни товарищей. Вот и выбрал по их разуму, по обычаю, как водится, и с родней, и с породой именитой, почетной, и живем с ней только ссоримся, да родней похваляемся, да проживший все добро свое, в долге стали неоплатные. Теперь придет время тесное, что нам делать, жена, надобно? Как, скажите, люди добрые, научу я мужа глупого? Ах, жена моя, боярыня, когда умной ты родилась, так зачем же мою голову ты сгубила, змея лютая? придет время грозное, время грозное, кто поможет, куда денемся, сам прожился мой безумный муж, да бабы ума требует. Кто написал? Кольцов, как некий, 1840-го. Это не мои слова, повторяю. Вот. Следующий вопрос. Большие вопросы, большие ответы. Игнать Иванович, все. Все уже, да? Да, да, все. Ну давай, не засчитаем за немножко, ты иначе тут никак. У вас долго там? Да нет, не долго, совсем коротенький, иначе я открыл его. Вопрос 1060, третий том открытым оком. Значит, неправильная неправильная пословица, как и вы родители, так и вы и дети. Если в неблагополучных семьях вырастают хорошие дети. Бывает так. Я отвечаю. Есть и другая пословица, подтверждающая эту. Яблоко падает недалеко от яблони. От ирода рождается ирод. Но так бывает не всегда. Господь призывает всех, и ты можешь откликнуться на его призыв. Матфея 11, 28. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Откровение 3, 20. Все, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним и он со мною. В этой комнате могут быть самые негодные люди, ваши родственники, то есть вы их любите, они в вашем сердце. Но вот вы услышали стук, призыв Христа, придите ко мне все. Вместо слова все ставьте свое имя, добавив, я сын вот такого-то, и Ереваама, сына Наватого, или сын Каиафы. Бог совершенно не смотрит нашу родословную, но смотрит только на наше сердце. Вот коротенькие. Да. Понятно. Ну и считай, что все пока. По славу Божию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok